Описанный механизм поиска атрибутов на самом деле работает не только для методов. Если атрибут, который мы не нашли в экземпляре, нашли в классе, не является функцией, то мы просто можем его использовать. Давайте посмотрим следующий пример. Если бы мы хотели написать какой-нибудь класс, который бы в нашем представлении хранил песни для нашего, не знаю, какого-нибудь mp3-плеера, что бы мы от него хотели? Прежде всего, мы бы от него хотели, чтобы он хранил название исполнителей, название песен, и, допустим, какие-нибудь теги, чтобы мы потом могли сортировать наши плейлисты по каким-либо тегам. Так, что же у нас есть на примере? У нас есть класс song, у него есть атрибут tags, у него есть атрибут, собственно, который является конструктором класса, который примечателен тем, что мы пишем конструктор, который принимает не только self, но еще два аргумента, artist и song, и у нас есть метод addText, который добавляет теги в атрибут tags. Этот пример примечателен парой вещей. Во-первых, мы определяем функции конструктор, которые принимают не только self, но и другие аргументы, а во-вторых, мы сейчас рассмотрим механизм того, как же происходит действительно поиск атрибутов. Сначала мы создадим song1, добавим в него теги, создадим song2 и добавим в него теги. Наш метод self-addText, он на самом деле пытается добавить теги в атрибуты self-text. Однако важно понимать, что в конструкторе и нигде вот здесь в коде мы явно не определяем тегс у каждого из экземпляров. Поэтому, так как он не может найти тегс в экземпляре, он находит тегс в классе. И раз он нашел его в классе, то он пытается добавить туда теги. То есть каждый раз, когда мы вызываем self-text, extendArcs, так как тегс не найден в экземпляре, то он использует явно song-text. Таким образом, наши теги каждый раз, когда мы вызываем метод, добавятся в один и тот же объект. И если мы попробуем, допустим, после этого посмотреть этот атрибут через song2, мы увидим, что, несмотря на то, что вроде как мы пытались добавить только теги, которые связаны со второй песней, все они добавились в один и тот же объект. Более того, мы могли проверить, что song2.text — это явно имя тегса в namespace song. Этот пример является плохим по двум причинам. Прежде всего, мы, конечно же, имели в виду, что тегс должен быть атрибутом именно конкретного экземпляра, потому что теги мы ассоциируем все-таки с песней, а не с классом. Во-вторых, метод addText тогда на самом деле не менял никакого объекта, идеологически неправильно вообще использовать метод, потому что он на самом деле менял класс, а не объект. Но этого всего можно было бы легко избежать, если бы мы явно определяли атрибут тегс внутри конструктора. То есть если бы вот здесь мы явно определяли self-text равным пустым листу, то каждый раз, когда мы вызывали метод, этот атрибут тегс был бы ассоциирован именно с экземпляром. И тогда каждые теги, которые мы добавили к песне, они были бы ассоциированы именно с песней. И было бы легко убедиться в том, что song2.text — это на самом деле не то же самое, что song1.text. Субтитры создавал DimaTorzok